Слово передаю Мирко Новаку, он у нас единственный участник конференции, который у нас находится в онлайне, председатель Национальной ассоциации логистов Германии в России. Пожалуйста, господин Новак. Спасибо огромное, Леонид Войфович. Я очень жалко, конечно, я не могу быть у вас. Я хотел сегодня вас вообще приветствовать из Астраханской области, сзади меня видите проект под Каспио Ля. Но я должен вас приветствовать из Гамбук, где я сейчас сижу уже более 6 месяцев и не могу приезжать к вам, прилетать к вам. Это очень плохо, из-за этого мой русский язык немножко слабый стал, поэтому я сразу извиняюсь за это. Спасибо участникам форума за возможность выступить именно из Гамбук, потому Гамбукский подконсульт сделал здесь оценку этого в портовый проект на контейнер-терминалах внутри особой экономической зоны Астраханская область. Это сделано одного экономического исследования достаточно глубоко, почти полгода требовали этого, с одного основного результата. Это проект под Каспио является экономическим целесообразным и привлечить частных инвесторов. Это был очень важный и самый основной результат этого глубоко исследования. Кто это сказал? Сказал, это Гамбук подконсульт, как Сей Юрьевич уже отметили. Это одного из мировых лидеров, консультант на транспортной сфере. Они уже более 600 проектов 120 сторон мира сделали, и это покажет свой большой опыт. Здесь вы видите два фотографии, где мы были в Астрахан, смотрели сам этот проект, говорили с многими людьми, включая губернаторы, и получили замечательную убежденность от эффективности и от мощности этого проекта и потенциала. Гамбукский под должен на этом проекте играть достаточно серьезную роль, не только на рабочем группе по развитию международного транспортного коридора Север-Юг, а в том числе за загрузку этого нового терминала. Но Гамбук является достаточно большой под, как вы знаете, и интерес с МТК Север-Юг вообще в развитии российской логистики очень большой и высокой. И не только на Гамбукский под, а под Росток тоже очень серьезно интересуется, и мы именно хотим этого объединять, усилить, и поэтому мы с самого начала предлагали, надо расширить МТК Север-Юг на немецкие порты, Гамбук и Росток, и может быть еще других. Здесь, вы видите, у нас уже мало времени осталось, не хочу сейчас очень сильно показать вам цифры, но один из главных вопросов были, а где есть контейнер? Поэтому Гамбук это контейнерный порт, и здесь, вы видите, на оценке до 450 тысяч контейнеров в год, АПЦ числит возможность, потенциал. Но Сергей Юрьевич очень правильно сказал, за это надо много сделать и начинать работу, поэтому, вы видите, здесь базовый сценарий, там 216 и наилучший сценарий 450, за это надо очень много импульса, и я хочу этого сейчас тоже немножко чекнуть. Ну, по судов, Сергей Юрьевич тоже сказал, там тоже должно, конечно, сейчас, достаточно инвестиции новых судов за этого объема, кто вы здесь увидите, тоже достаточно хорошая оценка, и всех финансовых показателей на этот проект, я могу тоже сказать, они очень хорошие, поэтому приезжайте в частные инвесторы на этот проект. Факты дальнейшего развития очень важны, поэтому мы очень хотим, ХПЦ, ХАЛа, именно, видят, как стратегический поднял, и, в конце концов, успели, убеждает от этого хорошие показатели, цифры, от возможностей, и уже подпишены соглашения на управление проектов дальнейших, и тоже на готовность принять на управление эксплуатацией терминала после строительства. Это у нас есть, и я очень рад за этого. Сам ХАЛа очень заинтересован в дальнейшем участии в порт. Это может быть как соинвесторы, это может быть через свое ХАЛа Интернешнл, одного тоже датчинной компании, как ХПЦ, как они именно сегодня управляют терминалом в Одессе и Таллина, и это очень важно. Может быть, в дальнейшем это будет в Каспии. Бронка не получилась на свое время, к сожалению, по несколькими причинами, где я уже был почти все в Котов по совместному сотрудничеству, но, может быть, мы здесь успеем. Сам по себе опыт, конечно, у ХАЛа очень большой. Они здесь обрабатывают 7,6 миллионов той в контейнерах ежегодные из 9,3. Весь Гамбургский Кот, это показать свои пункты. И все, что мы хотели, получили, они именно гарантируют оперативное управление терминалом в Одессе и дают все ноу-хау, кто нам необходим на дальнейшее развитие. Мы тоже много проводили переговоры с банками, получили всех подтверждений по возможности финансировать это через наш немецкий банк, вот этот проект. И за это мы тоже сейчас дальше работаем, покажем не только грузов, а тоже готовность в проект сам по себе очень важна, конечно. Я это сегодня увидел у Сергея Алексеевича, как запрос был на Каспии. Конечно, в Каспии пока, может быть, не играет такую большую роль, но это именно наше задание на будущее. Один большой пункт, который нравится особенно банкам, это вот этот двухэтапный проект одного, восьмого, девятого причала, где можно достаточно быстро, оперативно начинать, и потом второй этап, кто потом через несколько лет больше требуется строительства. Можно первым этапом именно показать эффективность, начинать достаточно быстро прибыльно работать, и это, конечно, на любого проекта очень хорошо, если он можно разделить на этапы. Здесь мы тоже очень много сейчас подумаем, в работе, какие товары, какие виды товара, где есть экономические показатели, самые хорошие. Ну, это такой пункт. Импульсы для экономической церкви разницы одного, конечно, это МТК СВЮ, как Сергей Юрьевич уже сказал, из этого логистический хаб на Каспии, где мы обслуживаем рынки именно соседними странами, и Центральной Азии. Центральная Азия сегодня играет очень большую роль для Германии. Они ценятся как очень серьезно развивающие страны, как Успекистан, Казахстан особенно, и нашего госгарантии дали хорошие фонды, именно финансируют, кредитуют и страхуют. Там достаточно много проектов, и много проектов, это значит много грузов, кто можно возить через МТК СВЮ, в мультимедарном сфере, и на Волго, и на железной дороге, и так далее. Поэтому мы здесь поставим особенный акцент. Очень важно соединить тоже чувствующие все транспортные коридоры, как средний коридор транс-хаспийский, новый Шелковый путь, конечно, северный поток, где Гамбук тоже очень интересован по совместному расширению этого, и Гамбукский путь играет там достаточно хорошую роль с Росатомфлотом. Мне очень важно, конечно, тоже подключение в Шелковый путь, он для Германии, для Европы очень важен на свой развитие, и если мы могли входить на Каспийский регион, и потом из Каспийского региона на север, мы могли иметь очень хорошие шансы именно на контейнерном путь. Очень важно, как тоже сказали, позиционированный Каспийский регион. Мы должны показать Каспийский регион, это замечательная возможность, это динамический, экономический регион с высоким потенциалом роста, не только получить товары и грузов из Европы, Германии, а тоже отправлять ворота между Европой и Азией. Мы должны это позиционировать в Центральной Азии, выход на разные новые рынки. И мы на последний полгода сделали достаточно серьезный маркетинг здесь в Германии, Европе с очень большой, мы показали, есть интерес, но люди ждут от нас конкретно, специальные предложения с тарифами, хорошие, льготные, желательно, где мы конкурентная способность. Это наша основная работа на ближайшее будущее. Мы за это подумали, как можно это продавать и предлагать, создали такую ассоциацию или типа консорции Caspian Logistics, разработали там хороший маркетинг, где мы ставим быстрее, выгоднее, безопаснее, конкурентоспособнее. Особенно это безопаснее, это очень важно, особенно для немцев, быстрее и выгоднее, одного не хватает. Очень важно, безопаснее, а не можно верить, товары приходятся безопаснее. На этот пункт, именно поэтому с Индией через Иран пока достаточно сложно, но сюда мы, я думаю, очень могли это предлагать, рекомендовать. Я всех вас приглашу участвовать на этом, поэтому в российской логистике, в российской транспортной сфере надо, я думаю, развивать место, надо смотреть, где можно работать совместно. Это мне очень понравилось тоже Виктория Владимировна, как она сказала, услуга Санкт-Петербург, у всех есть возможности получить грузов. Я думаю, это тоже по нашему новому терминалу, на Каспии будет тоже такой грузов. Есть грузов, надо активно заниматься. Спасибо огромное, очень приятно вам слышать, может быть, здесь еще, какое у нас следующее забитие. В октябре Каспийский форум в Белин, первый Каспийский форум в Белин. У нас одного русский и немецкий логистический форум как вебинар, то мы организуем нашего рабочей группы. Мы тоже в октябре опять встречаемся на вебинаре. И наш большой конгресс от нашего ассоциации логистов в Белин в 21-23 октября. Обычно 3,5 тысячи людей там собирают. В этом году нам разрешают по коронавирусу только по полтора тысячи, но это тоже достаточно серьезные цифры. 40 стран мира обычно приезжают на вебинар. В этом году будет относительно меньше из разных стран. Но много немецких бизнесов, особенно из нашего логистов, там ждут тоже вашего приезда. Спасибо огромное. Спасибо большое. К участникам хотелось бы обратить внимание, что очень интересный был разговор о том, что Каспийский форум пройдет в октябре в Берлине. Как раз мы немножко поймем, насколько политические последствия мы сможем уложить в наши бизнес-интересы. И поэтому, я думаю, всем, кто заинтересован в этой работе, имеет смысл обратить на то, о чем говорил Мирка Новак. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok